всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня я хочу снять вот это видео чтобы поблагодарить всех своих зрителей и немного поговорить не о растениях о моем канале в этом году исполнилось ровно три года как у меня существует вот этот канал youtube и может быть кто-то не поверит но именно ровно три года я взяла первый раз в жизни в руки видеокамеру но это было даже не видеокамера был просто старый фотоаппарат сколько лет пять шесть было у которого была функция можно было снимать коротенькие видео и поэтому первые мои видеоролики заканчивались внезапно потому что он выключался сам по себе и не хотел снимать никаких видео 15 минутных или 30 минутных не было речи даже не было речи в помине о каких-то видеомонтажах я ничего этого не знала я до сих пор еще но кто меня смотрит давно знают я всем говорю я этого не скрываю я до сих пор еще и даже не разобралась с ладом в этом канале youtube когда мне вот вчера или позавчера сказали ой у вас появилась реклама там в середине где-то роликов теряя у меня потерялся интерес к вашим видео я была очень удивлена потому что я этого ничего не контролирую мне как сын открыл три года назад этот канал там нужно было что-то помечать галочкой что согласно там рекламу не согласно не знаю что он там писал но дело в том что по моему канал youtube он сам потом по мере наверно возрастания популярности канала он сам вставляет дополнительные потому что никто конечно бесплатно на ютубе не будет крутить твои ролики за все это они имеют какую-то свою выгоду но и нам отчисления есть но я скажу вам честно что первый год я даже не знала что за то что я снимаю видео и выкладываю что мне еще там положено какие-то деньги но там деньги исчислялись за год наверное 100 долларов не больше было очень смешно что я смотрела думаю о даже какие-то деньги я то начала естественно из таких побуждений что рассказать меня подтолкнули на это в одноклассники люди которые заходили начали спрашивать я писала только статьи а начали спрашивать а вы бы на видео сняли и показали а я вот снимите и выложите на канал youtube а я говорю а что это такое как канал youtube но попросите вам сделают ну вот я у сына спросила он тоже не знал инструкцию прочитал сделал все но оказалось это так увлекательно и так мне понравилось это по мне и мне даже вот когда пишут что там ну что-то больше или меньше зрителей мне иногда даже не важно сколько тысяч зрителей прибавилось и я никогда эти цифры не считаю мне главное чтобы на канале именно у меня сосредоточились те люди которые истинные огородники которые заходят комментировать не указать там мне первый год меня тюкали вообще страшно писали вот перед тем как сняться могла бы там ногти почистить маникюр сделать я объясняю я делаю это все во время работы я не хочу показаться какой-то супер там с нам маникюренными ногтями писали ой у вас огород весной неуютно не убранный я убираю по мере возможностей и мне это все не важно мне важно чтобы человек который зашел на мой канал он действительно нашел какие-то простые нужные советы и как вы уже поняли у меня не столько вот эти рецепты под корма как где что полить я хочу донести до людей что можно получать богатый урожай можно всего это добиться просто с помощью наших манипуляций вот этих простых нашей заботы нашего внимания если мы дадим растениям то что они хотят можно обойтись и без различных там добавок конечно я не спорю я тоже добавляю вот например появился привикур мне он очень понравился если он облегчает этот препарат мою жизнь если физически я избавляю себя от ненужных вот этих операций конечно я его буду применять иногда и удобрения приходится применять и от насекомых опрыскивать тоже приходится без вот этих результатов цивилизации без плодов цивилизации прогресса уже сейчас огород не вырастет но все равно у меня вот это огородничество традиционное я сначала даже удивлялась как некоторые советуют можно выращивать не копая землю там еще что то мне это все чудо я простой человек у меня простой огород и у меня простые советы и в результате этого конечно я не ожидала что будет столько подписчиков когда в прошлом году было 100 тысяч подписчиков мне говорили вы там должны получить серебряную кнопку награду я так ничего и не получила потому что я не могу найти время чтобы изучить мне добрые зрители скидывали ссылки куда пройти как узнать как получить у меня это время все мое время забирают вот эти мои питомцы мои растения и даже вот по этому факту что я не получила эту награду и не пытаюсь ее откуда-то там чтобы мне прислали чтобы показать похвалиться мне это не важно я для себя поняла что да я конечно делаю не для того чтобы мне награды там тысячи сто тысяч я уж отшучиваюсь ладно сто тысяч не получила буду ждать когда будет миллион тогда все сразу кучи получим все награды что я хочу сказать конечно не было бы желание не было бы вот такого моего энтузиазма снимать видеоролики если бы у меня не было столько отзывчивых добрых зрителей которые меня поддерживают которые всегда если кто-то заходит с каким-то негативом они всегда его осуждают потому что я сколько раз говорила не нужно писать вот что-то такое нехорошее но если вам не нравится вы просто не заходите на канал зачем портить настроение другим людям которые заходят с хорошим настроением чтобы увидеть такой же оптимистически настроенный прогноз на год а у меня всегда все хорошо я всегда говорю а все будет хорошо как бы я не болела как бы я не старела у меня годы идут конечно в этом году уже 7 десяток начнется я не молодею но я все равно всегда улыбаюсь я знаю что всегда все будет хорошо Если не будет хорошо в этом году, будет хорошо в будущем году и в следующем. И вот этот настрой мой, он даже некоторым огородникам помогает больше, чем вот эти рецепты подкормок. Мне уже многие пишут, что вы как наш огородный психотерапевт. Заходишь, что-то не получается, прочитаешь, и опять начинается вот эта волна воодушевления. Это очень хорошо. Вы воодушевляетесь моими рассказами, я воодушевляюсь вашими комментариями, благодарностями. Мы друг другу помогаем. И вот это вот наше сообщество, которое собралось за три года. Мне кажется, и многие уже пишут, что у вас самая такая добродушная компания, что там уже не приживаются вот эти негативщики, кто начинает писать что-то нехорошее. Их тут же, ну как, их никто не поддерживает, и они больше туда не заходят. Я хочу, чтобы компания наша росла и крепла. И я специально, сейчас вам расскажу. Так как я человек очень честный, такой открытый. Говорят, простота хуже воровства, но я всё равно, наверное, так простой и умру. Я специально не удаляю первые видеоролики. И кто смотрит мои первые видеоролики, до сих пор приходят комментарии на двухлетней давности, трёхлетней давности видеоролики. Где я во время первых вот этих видеороликов, я даже, вы знаете, я так боялась этой съёмки и так боялась этой камеры, потому что человек простой, просидевший всю жизнь в огороде, без... Ясно, что когда ты видишь себя на экране, то что-то преломляется. Ты как-то всё равно зажимаешься и стесняешься. Я заикалась, я повторяла по много раз одно и то же. У меня мысль вылетала. А так как я никогда... У меня же нет сценариев, у меня нет отдельного видеорежистёра, у меня, можно сказать, все мои видеоролики на коленке вот так сделаны. Ну как, ну тяп-ляп. Работаю, чё работаю, то и показываю. Всё это быстро, всё это в темпе, поэтому их много, и они не очень большого качества. И вот первые видеоролики, по идее, мне нужно было бы убрать, потому что там ужасное видео. Там и я сама веду себя очень скованно, и поэтому у меня речь иногда невнятная. Мне до сих пор пишут, бубнит, бубнит, лучше бы сидела на скамейке, бубнела. Ну, короче, пишут разное. Но я не убираю. Я не убираю, чтобы вы и все вообще зрители могли посмотреть мой рост, мой прогресс. Три года назад я вообще не знала, что такое видеосъёмка. Потом я научилась снимать. Потом я ради вас, потому что просят совмещение, вот, например, как во время посева несколько, научилась видеомонтаж, освоила видеомонтаж. Ещё не научилась, не могу приделать название своему каналу, поэтому мне ещё надо как-то научиться прилепить слово огородная азбука к каналу у всех, там, например, в саду или в огороде, огород своими руками, а у меня без названия, ну, не умею я этого делать. Ещё не научилась делать заставки, там, и вставки, и ещё что-то. Я, короче, почти ничего ещё не умею. Я научилась только выращивать растения. И вот своим, своеобразным способом, по-простому, я хочу передать эту науку вам. Так что, если вы, например, придёте на мой канал только недавно, не нужно меня сравнивать с теми, кто работает там по 5-10 лет на канале, у кого там миллионы подписчиков, у кого пишут большинство из них, у них есть операторы отдельные, пишут им сценарий. Я совсем другое. Я такой недоделанный блогер, у которого кроме энтузиазма, кроме опыта, накопленного годами и кроме любви к растениям и к зрителям, нет ничего, никакого умения. И учиться чему-то дополнительно мне уже, наверное, нет смысла, потому что мне сейчас так хочется побольше посадить, узнать новых сортов, вам рассказать о них. А если я буду сидеть за компьютером, мне вот как предложили, про каждый сорт от посева до урожая сделайте фильмы, вы просто не представляете, о чём вы просите. Это сколько сидеть у компьютера, заниматься видеомонтажом, мне некогда будет работать, а так как основную часть своей жизни я всё-таки провожу с растениями. Но видео будут пока такие, немножко топорные, и до сих пор я иногда увлекусь, уеду не в ту степь и оговариваюсь, и повторяю по два раза одно и то же. Прошу меня простить и принять такой, какая я есть. Всё, за три года, конечно, что-то изменилось, я стараюсь, я самообразовываюсь, ради вас я буду, конечно, ещё что-то постигать, но сильно качественного видео на этом канале, наверное, всё-таки не будет. Тут у нас главную роль играют растения, а всё остальное, если иногда оговариваюсь, я прошу потом извинения. Переписывать мне некогда, переделывать некогда. Всё, сегодня принимаю поздравления с днём рождения. Это пассивная, у меня третья, которая в эфир идёт. Все предыдущие три года, всё, что я делала, я всё показывала. И несколько тысяч человек, ну, хотя бы не все, которые на меня сейчас подписаны, но очень много, начиная с моей огородной азбуки, уже постигли вот азы вот этого огородного искусства. И у многих получается не только для себя, для еды вырастить, а уже и что-то, как немножко в виде бизнеса, кое-что уже некоторые вырастили, продали и купили себе тифлицы на эти деньги. Я очень рада за них. До свидания. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука и мои недоделанные видео. С вами Ольга Чернова.